А тем временем число желающих стать участниками программы «Самозанятость» увеличилось в 2,5 раза. Связано это с тем, что размер выплат значительно вырос. Однако, как говорят специалисты центра занятости, отбор стал более жестким. К тому же, если раньше была популярна торговля, то теперь идеи интереснее. О них подробнее Ангелина Лиско. Дизайн, цвет и размер будущего дивана определяют покупатели. Этот из искусственной кожи делают по нестандартным меркам. Потому в работе он уже третий день. Обычно уходит всего сутки. Семейный бизнес по изготовлению мягкой мебели открыла Ольга со своим сыном Александром. Он раньше работал на одной из мебельных фабрик. А Ольгу инженера-технолога сократили из вузовской типографии. Помогла программа «Самозанятость». Получилось 117 600 рублей. Как только все у меня одобрили, бизнес-план защитило. Я даже не помню в течение нескольких дней. Быстро вообще, я даже не ожидала, что быстро. Вообще в планах построить свой цех. Ну и в дальнейшем мечтали бы, конечно, корпусу еще присоединить мебель. На полученные средства закупили материалы. Станок по камени фабрика ютится в гараже. Но вскоре тюменские бизнесмены арендуют помещение. С мая уже продали 15 диванов. Самый недорогой обходится в 6000 рублей. А Екатерина по образованию экономист, но проработав год в фирме на севере, поняла, что хочет сшить детские ободки, заколки, бантики. И хотя это производство далеко не первой необходимости, господдержку в центре занятости все же оказали. Где-то раз в неделю я две модели придумываю, еще дополнительных. Помимо аксессуаров на голову, я хочу еще заниматься аксессуарами, браслетики, что-нибудь еще для детей. Покупают. Я только, когда делаю партию, ее сразу раскупают. То есть в магазинах большой спрос. Мамы любят наряжать своих девочек. Екатерина одна из 43 безработных, которым в этом году выплатили 117 600 рублей. Желающих было свыше сотни. Часть претендентов отсеяли. Должна быть предпринимательская жилка. К тому же с размером выплаты в этом году увеличился и срок договора с одного до двух лет. Именно столько предприниматель обязуется не закрывать свое дело, иначе деньги попросят возвратить. Часть людей, которые проходят и тестирование в том числе, и консультирование психолога, они понимают, что это не совсем их путь. Процентов 30 у нас граждан отказались от дальнейшего участия в предоставлении данной услуги. Еще около 20 тюменцев в этом году могут попытаться стать предпринимателем с помощью программы «Самозанятость». Ангелина Лисько, Алексей Красный. В Тюменское время.